После трехчасового шоппинга в ГУМе непроизвольно хочется сделать паузу, а тут как раз замечаешь красную дорожку. Пройдя до конца, понимаешь, что попал как раз туда, куда нужно. Хотя с первого взгляда и не веришь. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Сколько стоит посещение? Еще туалет стоит 100 рублей. Итальянский мрамор, светильники из венецианского стекла, сантехника из золота 24 карата. Туалет как музей, где каждым экспонатом от ватер-клозета до мыла можно и нужно пользоваться. Настоящая японская туалетная бумага, 100% целлюлоза без хлора. На ощупь очень приятная. Игорь Лоптев, автор проекта по возвращению ГУМу исторической комнаты отдыха. Так в эпоху Александра Третьего называли эту уборную. Сюда после покупок в верхних торговых рядах и заглядывали господа. В советские времена он был закрыт по понятным причинам, как буржуазное изличество. Затем он был воссоздан. Это был обычный туалет, куда ходили все гости столицы, бывающие в ГУМе на Красной площади. Семь лет дореволюционные интерьеры восстанавливали по архивным чертежам. Такая же планировка, тот же рисунок на мраморных стенах. Проект в десятки тысяч долларов не окупится никогда, говорят разработчики. Но реноме, магазины и комфорт посетителей дороже. Сзади них приходит не так много, до ста человек. Есть и постоянные клиенты. Очень-очень все красиво. Шикарные бодуары для женщин, чтобы привести себя в порядок с дороги в том числе. Такой мрамор великолепный. Очень красивые двери мне понравились. Тепло, чистенько. Я уверен, что это один из лучших туалетов Москвы. Просто потрясающий. Чистый, высшего класса. Дамы с собачками могут вымыть здесь своего питомца, а за 500 рублей и сами принять душ. Работает исторический туалет без выходных до 10 вечера. Для пенсионеров, детей и инвалидов вход бесплатный. Лилия Сафин, Александр Кнышев, Иван Мельничук, Москва, 24.